Бахнуть! Базурин стал больше просто Дедед Президент Russian style Друзья, всем привет! Меня зовут Лёша Жёлтый И рядом со мной ребята из группы The Dead President Артём Иван Здравствуйте! Я у вас в группе нашёл статью про прошлый год Вы написали, что у вас вышло два альбома, два клипа, 30 концертов 16 из которых было в Европе Что вам принёс год 19? Новый альбом Новый альбом, да И пифу мы выпустили Да, в начале этого года Наши сцены Но концертов уже в Европе было больше Порядка 20 И плюс фестивали ещё 9 ноября мы как раз На нашем десятилетии отмечали в Берлине На Виномаус Майнд фестивали Ну всё очень продуктивно Всё получилось И тоже новое видео Новая фотосессия Новые люди Нас уже теперь 10 человек В том году было 9 Плодимся Да То есть рекорды прошлого года вы перебили Можно сказать? Да, перебили И в следующем будем стараться перебить Я думаю за это можно и бахнуть Я знаю у вас было юбилей 10 лет Что за 10 лет изменилось в Дета Президенте Это скорее к тебе, наверное, вопрос, чем к Ивану Мазурин стал больше просто Ну, во-первых, стала группа больше Потому что изначально Играло всего 4 человека И я ещё на басу играл Не только пел Вот Ну, изменилось качество музыки Подход Больше стало друзей и слушателей Причём везде Больше концертов стало Сейчас стали чаще в Европе играть Ну, в общем, всё развивается В общем, таким За 10 лет считаю, что это очень Такой Хороший, быстрый рост Надеюсь, что дальше будет Следующие 10 лет дальше будет так Сказал, изменился подход Конкретно Что в подходе изменилось К музыке К написанию текстов Ну, более серьёзно стали подходить Более Как-то задумки прорабатывать Если раньше это там написали Там пару лет Что-то отыграли Что-то поменяли Всё, пошли записали То сейчас мы конкретно сидим Над каждой ноткой Над каждым словом Думаем Пытаемся что-то внести Добавить Постоянно Так же и на концертах Раньше Можно было частенько просто Убороться Убороться И заложать весь концерт Сейчас как-то стараешься ограничивать Перед выходом на сцену Получателем всегда Да, потому что хочется Получать всё-таки Удовольствие от выступления А когда ты упорываешься И ничего не помнишь Это неудовольствие Это группа Люксор Это старое название группы Да, самое-самое первое Это ещё придумал гитарист Который играл Макс Калинин По-моему что ли Да Вот Это он придумал Потом уже Название появилось Брательник Братник Придумал Говорит Дед Кеннедис есть Дед Презент Рашен стайл Грубо говоря Ну и всё Пошло Что за эти 10 лет Изменилось на панк сцене На вас На твой взгляд И на твой взгляд Ну очень людей Много ушло Пришло новых Кто-то остался Кто-то В местах не столь отдалённых К сожалению Кто-то Погиб Ну а так в целом Стало Меньше Что-ли Какой-то Агрессии На улицах Я не знаю Что раньше Была проблема Всегда С планами И на каждый концерт И идёшь На войну Потому что знаю Что к любому углу Можно вылететь И прилететь Сейчас это как-то больше Да Стало спокойнее Я считаю Что это очень хорошо Вот Но Народу Конечно Всё-таки Нового Хотелось бы больше Приходит не так много Не так много Да Ушло гораздо больше Кто-то Ушёл в рутину Семейную Или прочую Жизненную А кто-то Как я уже озвучил Места начали появляться Клёвые Места начали появляться Клёвые Да Пакфишн Потому что Лет пять тому назад Я не припомню Вообще Подобных мест А как же Дождь Мажор? Ну Дождь Мажор Ну Всё-таки Это не то Вот Если брать фанфикшн Это конечно Культовое место было Такие места как фракция Да Это хорошо Успех Следующий У меня вопрос такой будет Немного Концептуального характера Где и музыка Для вас Они связаны Неразрывные Те посылы Которые в текстах Они озвучиваются Они Сопоставимы с музыкой То есть Всё это взаимосвязано То есть Это не просто слова на ветер Лишь бы там Пойти к какому-то модному течению Как бы Я лично считаю Что мы соответствуем Со всеми словам Выше сказанных песнях Наших Я солидарен Я знаю Вы альбом записывали у нас На родине На сведения На мастеринг Отдавали в Диссельдор Диссельдор Да Вы результатом вообще довольны? Ну очень Это небо и земля На самом деле Да До этого мы на Дистемпер Рекорд Сводились Считали что как бы Денис Иванов Сводился Считали что это Лучшее что может быть Ну вот Отдали одну пробную песню Мы решили Хотели еще в несколько мест отдавать Были там Контакты в Англии В Америке И когда послушали Что там свели в Диссельдорфе Передумали отдавать Да В принципе там в принципе С первого раза практически До 100% вариант Уже готовной песни Чувак просто сечет Что надо делать И примерно Ну во всем этом разбирается Поэтому очень Высокий профессионализм Ну и аппаратуру Он там снимал У нас там был видос Мы укладывали тоже Что у него там аппаратура Просто Когда мы при сведении Использовали просто Хирище То есть вы думаете У нас Например у того же Там Лазаря Или Сергея Левченко Подобного Слушать звука Добиться бы не получится Я не уверен Потому что я с Серегой Работал очень много лет Еще в Специфиш Самых первых альбомов Мы работали только с Серегой Серега очень классный Профессионал Шикарный звукорежиссер Один из лучших По моему мнению Мы у него и писали Да Мы у Сереги и писали Он нас записывал Сводили Да Мы причем Единственную Сравнительную версию Сведения Мы сделали У Сереги То есть мы сделали В Дюссельдорфе И потом отдали Сереге Ну конечно По звуку И по качеству Проигрывали Я думаю То что там просто Весь подход К этой теме Как должен звучать панк-рок В Германии И люди более понимают Как это должно быть Ну они там более Так сказать Давно в этой теме Да А мы немножко отстаем Вот поэтому У нас как бы говоря Грубо говоря Прошлое веко Они чуть впереди Поэтому Такой вот и результат Может быть когда-то У нас к этому придут Обязательно придут Просто не все сразу Еще тогда вопрос Именно по ценнику Насколько дороже было Сводиться в Германии Гораздо дороже Гораздо дороже Я не знаю В несколько раз Ну я сейчас скажу Два с половиной раза Внушительная сумма Но Нас спасло то Что нас 10 человек В группу И поэтому Да Если бы нас было 5 или 4 То наверное Даже не в 2 с половиной В 3 с половиной В 3 с половиной Если бы нас было 4 или 5 человек Но мы бы не потянули Такой суммы Да так как у нас все таки много Нам всяким проще А как вообще с таким количеством народа Гастролить там Репетировать Ну гастролить Гастролить нормально А репетировать мы охуеваем Во-первых Каждого у всех Помимо музыки Группы Своя работа Своя жизнь И очень сложно И надо порой собрать Все 10 человек Особенно сейчас Ну Как бы люди все По качеству игры Профессионалы Поэтому Работают дома И на контрольных репетициях Все таки Собираемся И выдаем то что выдаем Артем Следующий вопрос Я думаю опять тебе скорее всего Про первый Европейский выезд Группы The Dead President По организации Как ты там договаривался И всякие такие штуки Ну договаривался Через знакомых Я раньше привозил Очень много Групп В свое время Когда был удар по ценам Немецких и прочее И через фейсбук И спрашивал просто Контакты Организаторов Местных хоть каких то И просто Ехали Группы За свой счет Там какие то нам Деньги давали Копеечные Половина тура еще 50-70 евро У нас нет У нас был забит Первый тур весь Но нам Тогда мы поехали в 6 человек И из 6 Троим не дали визы И мы в срочном порядке Начали переделывать И где то наверное Из 13 концертов Было 5 или 6 Вот Ну что то около того Точно не помню Но по уровню Это вот чистый такой панк-рок Как бы блин Команка Ну я бы не сказал Это было тоже по-своему интересно Был народ Где то было нормально Полный гараж пришел Там человек сто было Но для нас это было по первой Тем более Приехать в Европу Это все таки другая культура Другие люди Где то очень все интересно Это реально было Ну такой Настоящий панк-рок Когда ты все еще Это первый раз С каждым разом На самом деле Когда мы сейчас приезжаем В тот же Берлин И куда то уже все до боли знакомо Те же люди все Те же места Ты уже примерно знаешь Как грубо говоря В Москву или Питер приехали Это уже конечно Не те уже ощущения Как бы А вот по первой Было вообще просто Вау Географию планируете там расширять Например Англия Азия Америка В следующем году Как раз в октябре Будет мини тур С 1 по 11 октября Ну как мини тур Нормальный тур По Великобритании Всей Ну там Шотландия тоже будет Здорово-здорово конечно Это наверное будет Интересный опыт Ну да Расширяем географию потихонечку Да А тогда конечно Хотелось бы везде побывать И в Азии и той же И в Америке Да везде Когда позовут Мы только за Сейчас возможно будет такой банальный вопрос И не оригинальный Какие отличия в турах между Например у нас если ездить И вот в Европе Ну в первой плане организация Условия Потому что Ну там все-таки Люди К этому относятся Поставлено на такой Ну это же конвейер Ну да Типа того У них просто более серьезный подход Более профессиональный Я считаю К этому И они Опять же немцы До детали Все Если ты попросил что-то конкретно Они все делают У нас конечно все По-российски делается Поэтому Как-то так То есть аппарат там Своеваете Аппарат Да Мы берем в аренду Обычно В прошлый раз в Минске брали Да это у Бансера из Минске Их брали в Гродно Вот это раз в пять будем у него брать Вот А так да Только барабаны там И пульт Ну такие вот все А кабинеты все свои Большое отличие еще это Расстояние между городами и странами То есть Если ты туришь по России Здесь вообще просто нереально Ужасно В Сибирь поедешь Конечно В Германию там можно объехать Мы объездили пол-Еуроку И там ну Двести-триста километров Ну Пятьсот километров Потом у нас вообще был Просто край какой-то Ты вот говорил Про фестиваль Удар по ценам Ты сейчас Организацией концертов Занимаешься Ну только Благодарительное Ёлку Пан Хардкором С Матвеем Проводим А так больше честно не хочу Только Ну свои концерты Ну тут только Своей группой Так привозами Не хочу Ну свои концерты Вы сами делаете Ну да Или у вас есть какой-то господин Который Нет Нет Сами В Москве Сами Кто-то зовет Когда-то Кто-то Володя Ководин Такие пожелания Подписчикам И зрителям В новом году Хорошего Чего-то доброго Пожелать Любите панк-рок Здоровья Счастья И больше позитива Это самое главное Что ж Тут была группа The Dead President Иван Артем Спасибо Спасибо Иван Хорошего концерта Спасибо Спасибо С наступающим Опта Ёпта Спасибо 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 Спасибо